МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика», а в студии Ольга Пыречкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главными вопросами встречи на этот раз стали организация работ по содержанию объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленению парков, скверов и мест отдыха граждан, а также содержанию придомовых территорий. Вопросы, которые касаются всех муниципалитетов. Нет ни одного города, который умеет решать все. Один город решает лучше вопросы благоустройства, второй – строительство детских площадок, третий – организация вывоза мусора и какие-то другие вопросы. Очень хорошо, что у нас в Туревозском федеральном округе есть площадка, где мы с муниципалитетами, с нашими коллегами можем изучать передовые опыты, как они решаются, какие проблемы есть, ставить перед нашим федеральным руководством. В Чувашии консолидируются усилия органов власти, обеспечивается социально-экономическое развитие муниципалитетов, реализуются масштабные проекты, создается база для достойной жизни. Республика спортивная, хотя вы знаете, просто я хочу отметить, такие идеи, утренняя зарядка за звездой, профиль здоровья, который мы разработали для каждой семьи, они востребованы, они вдохновляют, они подбадривают, кто-то стряхивается. Но на эти вещи миллиарды не нужны, просто нужно подходить к этим вещам с ответственностью. Количество членов ассоциаций стало больше. Еще 10 муниципалитетов пошли в состав организации. У нас с вами общие задачи, создание комфортных условий для проживания наших жителей, повышение качества жизни наших горожан. Мы с вами сталкиваемся с похожими трудностями и проблемами. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков рассказал об организации работы в сфере содержания, благоустройства и озеленения площадей, парков, скверов и других мест отдыха горожан. Хочу выразить, Михаил Васильевич, вам, вашей команде, правительству и команде администрации наше искреннее уважение за то, что вы делаете для населения. Это вызывает уважение и искреннее восхищение. Собрание членов ассоциаций городов Пауложья станет дополнительным импульсом для внедрения новых управленческих практик в пауложских городах, подчеркнул на встрече глава Чувашии Михаил Игнатьев, Татьяна Молокова, Александр Гаврилов, Россий Мухаммедов, Республика. Столица Чувашии активно готовится к предстоящему командному чемпионату Европы по легкой атлетике. Специальная комиссия проверила объекты, задействованные в проведении спортивного мероприятия. Система внутреннего оповещения появилась в гостинице «Спорт» совсем недавно. Она позволяет моментально сообщать о любых происшествиях всем постояльцам. Эта гостиница – основное место проживания команд-участниц чемпионата. Обеспечивать безопасность будут сотрудники ЧОП, а волонтеры – оказывать информационное сопровождение. От строгого взгляда комиссии не ускользнула ни одна деталь. Датчики возгорания, камеры видеонаблюдения, наличие эвакуационных выходов – все в соответствии с принятыми нормами. Стать свидетелем спортивных достижений и побед можно будет на стадионе «Олимпийский». Он станет основным местом проведения командного чемпионата. И на нем примут все меры обеспечения безопасности. На арене появятся пропускные рамки, видеокамеры, кнопки экстренного вызова. На самом стадионе будут работать сотрудники органов правопорядка. Такие меры примут на всех объектах предстоящих соревнований. Во всех объектах согласованы и утверждены паспорта безопасности. Объекты с местами пребывания людей прошли категорирование. Комиссия проделала большую работу. Все объекты готовы к приему участников и гостей командного чемпионата Европы. Татьяна Леонтьева, Райсель Мухаммедов, Республика. А в Доме правительства говорили о мерах по обеспечению правопорядка в дни проведения командного чемпионата Европы. Совещание провел глава Чувашия Михаил Игнатьев. Работа по подготовке чемпионата вышла на финишную прямую. Сейчас прорабатываются вопросы безопасности. Организаторы вплотную работают с правоохранительными органами. Всего в Чебоксары приедут 12 команд. Девять команд прибывают в Чебоксары прямыми чартерными рейсами из Франкфурта. Одна команда Украины прибывает в аэропорт Казани регулярным рейсом. И команда Беларусь, это буквально сегодня еще окончательное решение официального нету, организует чартерный рейс из Минска в Чебоксары. Все делегации будут передвигаться в сопровождении машин ГИБДД. На некоторых участках дороги будут перекрываться. Разработаны маршруты движения автобусов, а также места для стоянок. Совместно с сотрудниками МВД разработан паспорт безопасности стадиона Олимпийский. Проработана схема расстановки на стадионе Олимпийский турникетов. Рамок выработан алгоритм работы контролеров и волонтеров. В местах проживания спортсменов и гостей безопасность будет обеспечиваться сотрудниками частных охранных организаций. В отелях предусмотрено дежурство волонтеров для информационного сопровождения. Подводя итоги обсуждения, глава Чуваши заметил, что в вопросах подготовки и проведения шестого командного чемпионата Европы по легкой атлетике мелочей нет. Каждый должен ответственно выполнять свою работу. Налоговая служба республики начала рассылку уведомлений на уплату имущественных налогов за 2014 год. Их получат автовладельцы, собственники земельных участков и недвижимости. О том, что изменилось в этой сфере с прошлого года, в нашем материале. О том, сколько за свое имущество придется заплатить государству, россияне узнают в конце июня. Приблизительно в это время гражданам придут налоговые уведомления. Собрать налогоплательщиков в Чувашии планируется порядка 740 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом в начислении имущественных налогов есть ряд изменений. Впервые в текущем году налог будет уплачиваться. Срок установлен 1 октября. Ранее, напомню, это было 1 ноября. Я думаю, самое горячее сегодня у нас, конечно, изменение, которое произошло, потому что оно самое свежее, которое состоялось 2 мая 2015 года. Это федеральный закон появился, номер 113 ФЗ. Впервые в этом году не будут формироваться уведомления, где сумма налога менее 100 рублей. Но это не значит, что данная категория налогоплательщиков не будет платить этот налог в дальнейшем. То есть по истечении трех лет, если сумма налога будет менее, но истекает 3 года, то есть в последний год эта сумма налога будет исчисляться и предъявляться. Имущество – это как раз та сфера налогообложения, где действует больше всего льгот. С этого года их станет меньше. Отныне льготу будут предоставлять только на один объект каждого вида. К примеру, если вы владеете двумя квартирами, льгота будет действовать только на одну. Кроме того, с 1 января 2014 года введен повышенный коэффициент транспортного налога на автомобили дороже 3 миллионов рублей. Проще говоря, прежняя сумма налога умножится на коэффициент величиной от 1,1 до 3, в зависимости от стоимости и возраста железного коня. Впрочем, переживать по этому поводу в республике придется немногим. Республиканская налоговая насчитала всего 134 дорогостоящих автомобилей у физических лиц и 85 у организаций. Ольга Пыречкина, Александр Петров, Республика. Украинским беженцам отказывают в трудоустройстве. Такие заголовки нередко всплывают в российских СМИ. В Чувашии такой проблемы не возникало. Однако в целях профилактики миграционная служба республики разъяснила оботодателям и соискателям, на каких условиях граждане соседней страны могут трудиться в России. Согласно российскому законодательству, устроиться на работу в нашей стране иностранцу не так просто. С января нынешнего года на это требуется патент. Чтобы его получить, нужно иметь медицинскую страховку, документы, подтверждающие знания русского языка, истории и основ законодательства. Отсутствие тяжелых заболеваний и судимостей. Граждане Украины, которые нередко под обстрелами дома покидали без документов и личных вещей, ничего подобного предоставить российским работодателям, понятно, не могут. Впрочем, им и не требуется. Дело в том, что по закону все эти документы не обязательны для тех, кого признали беженцами и некоторым другим категориям. Граждане Украины, прибывшие в экстренно-массовом порядке, для осуществления трудовой деятельности, достаточно им иметь такой документ, как свидетельство о предоставлении временного убежища или беженца. То есть, так же, если гражданин Украины является участником госпрограммы переселения с отечественников. Но, как вы понимаете, отказ в трудоустройстве данной категории граждан, да, по необоснованным требованиям, вот все-таки носит чуть-чуть дискриминационный характер и все-таки нагнетает чуть обстановку. Дело даже не в нагнетании обстановки, а в элементарном соблюдении закона. Представители компаний, где уже трудятся беженцы, отмечают, что эта трудовая сила сейчас совсем не лишняя. Как правило, устраиваться на работу приходят люди среднего возраста с приличным опытом в различных сферах экономики. В эти выходные отмечается День химика. Праздничные мероприятия проходят сразу в двух муниципалитетах – Новочебоксарске и Вурнарах. В эти минуты торжественное собрание проходит в ДК «Химик». До этого Михаил Игнатьев встретился с главой администрации Новочебоксарск, коллегом Бирюковым, и обсудил с ним вопросы благоустройства города. А 30 мая праздничную эстафету примут в Урнары. На торжествах ждут и главу Чувашии. Подробности в наших информационных выпусках. С 1 июня открывается купальный сезон. Но чебоксарцы уже активно отдыхают на берегу Волги. Комиссия в составе сотрудников Роспотребнадзора и Госинспекции МЧС по маломерным судам оценили готовность пляжей. В Чебоксарах работают 4 пляжа. Они оборудованы душевыми кабинками, питьевыми фонтанчиками и камерами хранения. Начали работу спасатели и сотрудники Госинспекции по маломерным судам. В выходные дни их количество на постах будет увеличиваться. Сотрудники МЧС напоминают всем жителям республики о культуре поведения и предельной безопасности на воде. Вода шуток, она ошибок не прощает. Строго запрещает скупаться в состоянии алкогольного опьянения. Все те несчастные случаи, даже на сегодняшний момент, с гибелью именно на воде, происходят с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание хотелось бы обратить на детей. Сейчас начинают школьные каникулы. Очень многие дети предоставлены сами себе. Даже в утреннее время, проходя по воде, я иду на лодке. Очень много детей без взрослых. Поэтому большое внимание именно взрослых обращать на это внимание. Даже если это не ваши дети, а если вы видите, что дети одни находятся без взрослых, то им можно сделать замечание. На случай, если кому-то станет плохо, в местах массового отдыха работают медицинские пункты. Кроме того, в этом году на пляжах появились кнопки оперативного вызова сотрудников полиции. За последние годы грубых нарушений общественного порядка на берегу не зафиксировано. Незрячие боксарские пляжи считаются одними из лучших в Приволжском федеральном округе. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика. «Маленькая страна». По таким названиям сегодня в столице Чувашия прошел детский творческий конкурс. В концертном зале музыкальной школы номер 3 собрались, пожалуй, самые маленькие исполнители Республики. Повысить интерес к занятиям музыкой, разбудить фантазию, развить творческие способности детей. Такие цели ставит перед собой открытый республиканский конкурс «Маленькая страна», приуроченный к Дню защиты детей. Дети со всей республики приезжают на этот конкурс со своими сказками, которые сочиняют сами со своими родителями. И эта творческая фантазия объединяет всю семью. А ребенок в это время играет на своем инструменте, наполняя образы определенным смыслом. Особенность этого конкурса в том, что дети играют несколько музыкальных произведений, объединяя эти произведения единым смыслом. И на этой основе они сами сочиняют сказки. Уже в седьмой раз он проводится для самых маленьких музыкантов. Для многих ребят это первое очень значимое выступление на сцене. И они, как самые настоящие артисты, исполняли роли сказочных героев, читали стихотворения, играли на музыкальных инструментах. Татьяна Михайловна с нами придумала этот рассказ. Там в этом рассказе рассказывалось о том, как солнышко разукрасило весь наш мир. В конкурсе принимать участие было не страшно, но мы волновались. Сказка «Гномик в волшебном лесу». Сказку мы придумали вместе с педагогом. Мне понравилось выступать на сцене. И я очень волновался. Мне очень нравится играть на аккордеоне, и я играю год. Красочные яркие костюмы, интересные импровизации, высокое актерское мастерство. Все это вызывало большой интерес у зрителей и жюри. Да и самим артистам понравилось выступать на сцене. Вот, например, победитель конкурса прошлого года Роман Морозов снова решил принять участие в музыкальном поединке. И его номер был, пожалуй, одним из самых ярких. Наш замысел – это цирк. Про то, что одна гимнастка все время падает с веревки. Вот приходит ее вымышленный друг кошка, говорит, что нужно вилять хвостиком, и у гимнастки начинает все получаться. Мне конкурс очень нравится. Здесь можно послушать сказку, послушать инструментальное выступление. Очень интересно. Сказка получилась удивительно доброй и по-настоящему волшебной. А в заключении конкурса маленьким артистам были вручные статуэтки, ники за призовые места. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Закончился учебный год. Впереди у школьников летние каникулы. 1 июня на Красной площади Чебоксар состоится сразу несколько массовых мероприятий для детей. В 10 часов малыши из детских садов, их родители-воспитатели соберутся на традиционную зарядку со звездой. Мы гордимся тем, что среди звезд будет не только спортсмены Федерации фитнес-аэробики Чувашской Республики, но и юные телеведущие детских программ нашей телекомпании. В 11 часов праздник на Красной площади продолжит шуточный чемпионат по метанию портфелей «Ура! Каникулы». Придуманы и организованы национальные телерадиокомпании «Чуваши». И мы вовсе не призываем ребят на все лето забыть об учебе. Просто хотим немного похулиганить в детский праздник. Приходите с портфелем на Красную площадь, кидайте его дальше всех, получайте призы и медали. Соревнования пройдут в разных возрастных категориях, в том числе и среди взрослых. Все православные в эти дни отмечают праздник Святой Троицы. Столичная администрация приняла все меры для организации транспорта в места поминовения. 30 и 31 мая с 9 до 19 часов ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого от пересечения с улицы Фучика до железнодорожного переезда у Карачуринского кладбища. Проезд будет разрешен пассажирскому транспорту, легковым, такси и спецтранспорту. Это увеличит количество единиц автобусов номер 3, 14, 10, 249 и продлят схемы движения маршруток номер 232 до кладбища у деревни Яуши и 331 до Карачуринского кладбища. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok